Слышно? Да, слышно. Игнатий Тихонович, вот у меня этот пост весь рождественский был, вот прям бесовское наваждение. Умом понимаешь, что это неправда, а вот какой-то страх такой невыразимый вошел в душу, что я и на молитвах, и в священном писании читаю, а как сквозь вот этот бесовский туман. Не могу проникнуть ни в Слово Божие, ни в молитвы. Что делать вот в такие моменты? И это Божье попущение, как это понять? Ни молитвы не помогают, вот не могу я пробиться. Что это такое? Ну, слушай внимательно только. Вот в данном случае я могу вам оказать помощь собственным опытом. Я жил в городе Искитим, Новосибирской области. Работа на работе. Большой на квартиру встал там, комнаты 4. У них так, на операции мужа зарезали. Сыну 18 лет, большая водонапорная башня, там снимали доски. Они закрепили, и она так пошла, как ударила, два человека там было, и обоих убила. Дочь вышла замуж и ушла, хозяйка уехала, и я остался один. Один. Сижу, занимаюсь первым делом, я занялся тогда еще златоустом. И вот я, котка, перед вами. Вы меня видите сейчас? Ну да. Я сижу вот так вот, считаю. И в это время, как бы, я не слышал за всю жизнь никакого голоса. И не видел. Я конспектирую, я на златоустом, трехтомник в одной книге. И как бы голос мне говорит. Ты один? В этом доме такое все было. Там слышали, кто-то стучит, по чердаку ходит. Но я-то один, я слышал от тех, кто тут у хозяева уехал, хозяйка уехала, у Литты Григорьевны Захарова. И он, сейчас я на тебя нападу, и ты с ума сойдешь и бросишься в окно. Ну, дом деревянный, на первый этаж. Я один, я никогда этого не испытывал. Я сразу же становлюсь на колени, вот как перед вами сейчас вот так вот встал на колени. Не встану, пока не отойдет дьявол. Ну, у меня волосы были не такие. У меня густые волосы были, и кудри были. Мне казалось, все вот так вот стали волосы. Дальше. Ложиться спать, он мне как бы говорит, как бы говорит. Не туши свет, иначе я нападу, и с ума сойдешь. И вот я поэтому сразу выключаю. Ничего по его не делаю. Дальше сарай, а до сарая там метров тридцать идти. И там дрова, уголь брать надо. Я же один топить надо. Пойдешь туда, а из дома включается свет. А я с работы-то прихожу, уже темно. Как только включаешь, выключишь свет, я на тебя нападу. Я теперь ощупью уголь, все набираю, ощупью. И он, я сейчас не могу сказать, но недели две гнал вот такую горячку. Я молитвы только на молитву, и все, все везде выключаю, свет, ложусь спать. Секунд 47 я уже заснул. И больше я не было нападения за всю жизнь никогда ни разу. Я не видел, не слышал ощущения. Вот я таким опытом могу доказать, что молись, постись. А у меня никого не было. Готовить-то некому. А дорогу-то эту как-то отойти, в сарай, где ключ, там ключ от дома. Я с работы-то прихожу, ровное место, снег нет. Я думаю, что же я есть-то буду сегодня? Это один. На работу увозят темно, привозят темно. А я один. Я захожу туда, ключ-то, маленько так светает, как бы. А там большая кружка стоит, наверное, литровая. И на ней ломки хлеба. Следа нет никакого. Попасть оттуда никто, ни соседи меня не знают, я один. Я беру, она ж дымится, теплый. Оказался компот. Я по сей день не знаю, кто это сделал, но предполагаю, что Господь послал ангела. Утешение. Поэтому никаких подвижек не делай в ту сторону, что тебе кажется. Делай все наоборот. Никого не бойся. Со мной Христос. Он умер за меня. Прочь с дороги. Просто мысленно так ему это говори. И можешь слух сказать. Он тебя поразил, ты дьявол. Покушаешься. Я щадо Божие. Пошел вон, зверь. Змей. И все. Вот что можно делать. Я говорю то, что делал. Вот сейчас только я гляжу, он тут есть, Александр Шацкий. Он только сейчас ко мне заходил. А из Москвы не предупредили ничего. Он к Игоре тут, к Добунову приехал попутно. Вот так, Ксения. Ты меня слышишь? Я принял. Да, да, слышу. Спасибо. Ему света-то нет электрического-то. Я не знаю, зажег свет. А щугун стоит двухведерный с картошкой. Мать там свиньям готовит-то. И он заранее днем, я видел, как он готовил патроны. Волки-то подходят близко, а вещик-то пугают. И он, отец, мне дал выстрелить. Вышли на улицу. Сели на колени. Он мне ружье дал. Оно не без дроби. И я выстрелил. Не знаю, раз или два. И страх мой был расстрелян по сегодняшний день. Вот видишь, как Господь делает. Там просто волки, а здесь невидимая сила. И одинаковую победу Бог дал. И поэтому я расстрелил это. И обычно ночью, когда идешь на вокзал, каладбище, мимо не ходи. Я теперь иду наоборот. Там, где только он говорит страшно, я туда иду. Он ничего не может сделать. Он слабый, он разбитый. Он пораженный. И поэтому не поддавайся. Ни грамма, ни шагу назад. Иисус умер за меня. Прочь за рой. Я ангел-хранитель. Защити меня. Утром выходишь, к двери подходишь. Перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны. И всех дел его. Всей гордыни его. Всех ангелов его. И перекрести. Все. Никаких жи, там, пять где-то. Что-то установлено. На тебя ничего не влияет. Ты идешь как победитель. Все. Поняла. И еще последний вопрос, Игнатий Тихонович. А вот у нас сейчас такое время, мы живем, что мы покупаем, не ремонтируем, выбрасываем, вещи не штопаем. В общем, всем разбрасываемся. А это ведет нас к обеднению душевных чувств. Да, Серахов, 19-я глава, первый стих. Просчитайте. Написано, ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Вот у меня, что ни возьми, рубаха, там, даже простынь. Все в заплатах. Носки. Там заплата на заплате. Даже валенки бывают в три этажа. Я вот сейчас валенок один покажу, чтобы кто увидел, как у меня идет дело. Вот эти вот валенки, их показывают, а страшно какие они. А они теплые, хорошие. Вон они какие. Видишь, какие заплаты? Да, да. У меня все в заплатах. И я на себя за 30 лет ничего не потратил. Тут рубашку как-то дал в прошлом году Надежде Васильевне зелененькую. Я говорю, тут подштопать надо. Да ты уже 30 лет ее носишь. Она начала иголку, куда вставляет, она с иголкой вместе материи отплывает. Ну, пришлось на другое дело куда-то применить. Я очень люблю экономить. У меня все абсолютно экономное. Старая фуражка, а я влюблен в российский флаг. И вот у меня его, как Надежда Васильевна, сшило сверху. Видно, нет? Да, да, видно. Вот. Так все. О-о-о! Это, ну, такое, такая фуражка там называется зачетная. Там как-то. Все рождаются в крови. Надо думать о небе, помышляя горнем. И 21.10 откровения. Великий белый престол. Русская вот эта флаг российский. Это проповедь Евангелия. Дьявол болится, боится его. О! Хоть куда поверни. Поэтому, ну, более, сказать, заплата, чем я, никого нету. Ну, у Виктории Гуго говорится, под каждой заплатой миллион рублей. Миллион долларов. Ну, это там написано так, отвержено или без арабля. И вот как Бог это делает. Да, спасибо. Дома, вот видите, это у меня в палате сделано второй этаж. Вот дальше Володя на третьем лежит. Комната маленькая. 12,8 квадратных метра. Это в другом месте, но это побольше чуть. И у меня 11 человек ночует. Я недалеко от вокзала. И никто на полу не лежит. Я весь, всю комнату на этажи разбиваю вот так вот. Олесенка залазит куда. Люблю затаренное пространство иметь. Дешево, мало платить, мало и прочее. А температуру довожу там 5 градусов, меньше, чтобы ведро угля сэкономить. Ну, сейчас уже не так. А раньше я всегда так и делал. На всем экономить. Что съесть. Если кто-то блины делает или что-то, я откушу обязательно с хлебом. Чтобы меньше то, чтобы пряник один, ну, пополам. Вот такой пряник на двоих. Ну, сейчас на одного такой пряник дается. Прикусывать с хлебом. Все, абсолютно везде. Жена меня прозвала великий экономист. Надежда Васильевна, ты здесь? Подай голос. Она рядом в комнате. Не видно. Вот какое дело. Благодарю вас, Игнатий Титус, за такие невероятные поучения. Мы уже от всего отучились. Все по-новому. Всему по-новому учиться приходит. А мы молимся об этом. Научи нас жить, Господи, в скудости в изобилии. В изобилии труднее жить. Надо зарабатывать. Надо то другое. А у меня свои правила. Вот у меня девчонки были, на квартире жили. Сестренка была. Ну и там другие, которые учатся в институте, где за всю жизнь, за квартиру не взял ни одного рубля. Но договариваемся, сколько на еду. Ну договорились по 25 рублей на месяц. А у меня отдельно это десятину положить надо. И теперь, что останется, опять прикладом к десятине. У нас быстро дело растет. И Бог обильно благословляет. Я вот, когда первый раз услышал о десятине-то, а ревностный был 23 года, я решил так, про себя. Господи, я буду отдавать тебе 9 десятин. Тысячу заработал, 900 отдаю. И прожил вот уже 60 лет так. Вот возьми такой, кто пойдет на это. А это добровольно. Если я где-то проповедую, а бывает люди стоят на площади, в карман там деньги суют, я посчитал сколько, 100 рублей положили, то я обязан 100 с чем-то отдать. Чем больше дают, тем беднее я делаюсь. А то у меня собственные правила придуманы такие. Я так и прожил. Понятно, Игнатий Тихович. Благодарю все. Это Божие, не мое, это благодать Божия. Надежда Васильевна, ты здесь? Не слышишь от ее? Подай голос-то. Ты меня назвала, великий экономист? Не может сказать. Ну ладно. Игнатий Тихонович. Ай. А сегодня постный? Нет, нет, до крещения, до 19-го. Поста нету, на 18-го это сочельник. Есть. Сегодня поста нету, нету вообще поста. Это называется святки. От Рождества до крещения. Это как один день считается. А вот первая, сказать, глава, 6-й, 8-й стих, книга Тавита. Там об этом написано. Он, я говорю, давал всегда три десятины. И все на дело Божие. А куда же деньги девали? А к баптистам относили. Они печатали где-то в подполье и Новые Заветы. И они честные люди. А написано было, продаже не подлежит. Новые Заветы печатали. Их сажали за это дело. А я на свободе в это время был. Поэтому каждая копейка на дело Божие. Господь разберется. Вот так. Ты меня слышишь? Нет? Ну вот, Надежда Васильевна говорит. Ты меня звала великий экономист? Да. Я говорю, если бы тебя министерство поставили, то бы страна была, говорю, совсем по-другому. Все в стране было. Ну ладно. Все. Вот вам доказательства. Слава Иисусу Христу. Как кто-то сказал, говорит. Говорит хорошо, но жить с ним невозможно. Потому что я нет, нет, да и скажу. Что ж так это тратитесь-то? Да. Вот видишь как. Все подтверждается. Так, еще есть кто вопросов? У меня вон голуби летают. Найдите, у кого в комнате голуби летают. Где ты? Хорошо, что ты один живешь. Ни детей, ни жены рядом. Я сейчас поймаю голубку, вам покажу. Подождите, Маренька, мне надо экран закрыть. Создать темноту. Сейчас, 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 сейчас. О! Так. Стой, 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 стой. О! Ого! Иду! Вам видно, нет? Видно, видно. Видно, да. О! Красота. Так, на улице голубятня здесь и в Потеряевке. Вот она. Эх, какие. Это молодые голубята. У них мать суррогатная. Мать, она нести не могла. Я взял черные голуби, подложил под белых. А яйца-то белые снесли. Вот они у меня какие. Утром на два часа выпускаю. А кошек загоняю в это время. И вечером с четырех до шести. Красавцы какие, а! О! Хорошенькие мои! Так, подожди, 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 подожди. О! А сколько они в среднем живут, если с ним ничего не произойдет? Так, подождите. Сейчас я подойду, тогда я не расслышу. давайте штук создали то игноте тихоныч а сколько они живут если вы с ними ничего не произойдет 13 лет примерно все когда у человека здесь не надо не где-то там они дольше живут вот видишь на ножку ей привязал как бы заметить кольцо и красная уезжая заберу его потеряевку на лето лишь какие они летают переворачиваться вертуны называем у нас большая статья полу в газете губернская алтайская правда называется у злого человека голуби не живут а как узнать но у меня знакомая на из старообрядцев я говорю а ты узнай у них голуби есть у кого она два или три года там расспрашивала нет а потом в красноярске у одного есть ягодах он может недавно пришел к старообрядцев ну да даже стерковь там строили они голуби рядом да даже бабки половинками кирпича кидали в них вот такой случай у меня был проверки головы к моя так я сейчас отпущу вот так так вопрос обнимать воркует еще дети маленький вопросов вопросов бешенит как говорится без берегов моря то что-то спросите я развиваюсь он куда все хвост надо жить интересно и красиво у меня нехорошее слово такой азартно прощай земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам слышали такое стихотворение как бы сказать автобиографичная она у меня положено на музыку виктором николаевичем савченко он играет прочитать прочитайте пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищником меня бог сделал мышкой не час не сутки но сплошная жизнь на выходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз задача выжить и ни одной победы хотя как знать когда я ускользну петля и яд меня не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожог в истерике в бессилии их измотала в горных перевалах там след моей ступни не распетлял по шахтам гротам по отвалам исследуют святых о ком я насчитал мой бег мое убежище с давидом за мной доик бешеный саул они разведали что ем я мед акриды и штаб квартиры избран барнаул я с моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощать земля азарт закона града мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу вот так но если вопросов нет отхожу а и и и и и и и и и Продолжение следует...